В студии Лора Стадницкая. США продолжают военно-биологическую деятельность. Соединенные Штаты создали вариант коронавируса с 80% смертностью, сообщил начальник войск радиационной и химической биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. По его словам, искусственный возбудитель коронавирусной инфекции был создан в октябре учеными Бостонского университета. Система ПАКС позволяет Пентагону контролировать в режиме реального времени местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам экспериментов, неоднозначных с этической и правовой точки зрения. Примером подобных исследований является приводимая в США работа по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19. Так, в октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма Omicron и исходного уханьского варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратно снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин. Хотя Минздравом в США принято решение проведения расследования деятельности руководства университета, проведение бостонского эксперимента говорит о том, что в Соединенных Штатах отсутствует система государственного надзора в сфере генной инженерии и синтетической биологии. Кириллов также сообщил, что высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях стал одной из причин их вывода на территорию третьих стран, включая Украину. По словам генерала, этим объясняется ухудшение эпидобстановки в местах их размещения, появление несвойственных для этих регионов заболеваний и их переносчиков. Попавшие в распоряжение Минобороны России документы свидетельствуют о сотрудничестве Киева и Вашингтона, а также о попытках установить контроль над патогенами в украинских лабораториях. Кириллов уверен, что власть США скрывает эту деятельность от американцев, удаляя из отчетов информацию о результатах исследований на территории Украины. Вооруженные силы России помешали попыткам ВСУ восстановить утраченное положение на южно-донецком направлении. Противник отброшен на исходные позиции, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. На Купинском направлении, по его словам, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по районам сосредоточения украинских войск и также предотвратили попытку атаки. На Купинском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения вооруженной силы Украины предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовской и Луганской народной республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа. На Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Коломичиха и Площанка Луганской народной республики. В результате огня артиллерии подразделения вооруженных сил Украины были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля. Как отметил Коношенков, российские военные уничтожили склад боеприпасов, реактивные системы залпового огня «Хаймарс» в Запорожской области. Средства ПВО за сутки сбили три беспилотника и перехватили четыре реактивных снарядов «Хаймарса» в Херсонской области. Президент России Владимир Кусин подписал указ о присвоении звания мать-героини, семьи россиянкам. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Высокого звания за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитания детей удостоены жительницы Кабардино-Балкарии, Бурятии, Алтайского края, Оренбургской, Волгоградской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга. Напомню, в августе Путин подписал указ об учреждении звания мать-героиня. Оно присваивается матерям, гражданкам России, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Также им устанавливается единовременное поощрение в размере миллиона рублей. Почетное звание мать-героиня существовало в советские времена. В Москве потрясены сообщениями о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова написала в своем телеграм-канале. По ее словам, в ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования внешнеполитического ведомства. Ранее пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз сообщил о скоропостижной смерти Макея на 65-м году жизни. Ее причины не раскрываются. Как сообщается, буквально на днях министр встречался с посланником Папы Римского, а на понедельник были запланированы переговоры Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым. Макей служил при Совете Европы, начальником управления общеевропейского сотрудничества МИДа. В 2000-2008 годах был помощником президента. С 2008 по 2012 главой президентской администрации. А пост главы белорусского МИДа занимал с 20 августа 2012 года. Сообщение последних минут. Сборная Польши со счетом 2-0 обыграла команду Саудовской Аравии в матч второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на стадионе Education City в Дохе. Забитыми мячами отметился Петр Зелинский и Роберт Ливандовский. На первой добавленной к первому тайму минуте полузащитник сборной Саудовской Аравии Салем Альдов Сари не реализовал пенальти. 215 катков с искусственным льдом будут работать в Москве в зимнем сезоне. Они будут открыты в каждом округе города, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В частности, покататься на коньках можно будет на 19 площадках московских сезонов, к примеру, на площади Революции, Вишняках, Теплом Стане и в других районах. На катках есть вся необходимая инфраструктура, раздевалки, освещение, пункты проката и оказание первой помощи. Также в мегаполисе будут места для катания с естественным льдом. Площадки для них уже готовы, скоро их начнут заливать. Накануне уже заработали самые большие катки Москвы на ВДНХ и в парке Горького, написал Собянин. Официальный курс доллара на выходные понедельник 60 рублей 48 копеек, евро 62 рубля 88 копеек. Завтра в Санкт-Петербурге небольшой снег, в ночи минус 6-8, днем 3-5 мороза, в Москве слабый снег и гололезица, в ночные часы минус 4-6, в дневные 2-4 ниже нуля. Сейчас в российской столице минус 6, давление 761 миллиметр, влажность воздуха 90%. ВЕСТИ ФМ ВЕСТИ ФМ Первые о главном Бывшие о жизни бывших социалистических. Как они там? 18 часов 7 минут в российской столице в прямом эфире главного информационного радио страны ВЕСТИ ФМ. Как обычно в это время в субботу программа бывшей жизни стран ближнего зарубежья. Это постсоветское пространство. Армен Гаспарян и Алексей Мартынов привычно на боевом посту. Анатолич, я рад тебя приветствовать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Привет, привет, дорогой Коврат Армен. Ну, начать, конечно, предстоит с Украины. Это традиция в определенном смысле. По-моему, за все годы существования бывших были единичные случаи, когда начинать приходилось с какой-то другой страны. Просто Украина умеет создавать вокруг себя абсолютный информационный клондайк. На этой неделе были очередные прилеты по территории Украины. Энергомощности, как сообщают украинские СМИ, на 70% уже повреждены или выпали из строя. При всем при этом, Анатолич, вот очень интересный момент. Мы много раз говорили про население Украины. Про то, что они находятся в полулатентной фазе сопротивления Зеленскому. Но обрати внимание, что ни в какую вообще плоскость, ни информационную, ни медиа, это не выходит. И, знаешь, у меня с каждым разом все больше и больше крепнет ощущение, что украинский обыватель в принципе не знает о состоянии дел. Ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения социалки какой-то. То есть он продолжает жить в каком-то таком, знаешь, очень увлекательном мире Майдана, образца февраля 2014 года, что еще немного. И вот мы будем уже в Европейском Союзе, нас ждут в Венской опере, в Лувре и еще бог знает где. Абсолютно не отдавая себе отчет, что на самом деле творится в стране. Ну, слушай, а зачем ему отдавать себе в чем-то отчет? Это же, так сказать, важная составляющая, важный элемент подобных дьявольских сценариев. Это же не только информационная война вовне, ну, то есть война вовне, ну, то есть с Россией, с нами, с остальным миром, да, в определенном смысле. Но и это информационная война вовнутрь, да, то есть в отношении собственных граждан. Не зря же в свое время, ну, вот накануне вот этой активной, скажем так, и кончается заряд в мобильном устройстве, да, я имею в каком-нибудь планшете или в смартфоне, где вот это все, так сказать, в изобилии. И, соответственно, есть время посмотреть по сторонам и подумать, что происходит. Вот таких моментов, такие моменты наступают все чаще. Ты знаешь, вот сегодняшний день, с этой точки зрения, очень интересный маркер, потому что у них последняя суббота-ноября, это традиционно день памяти жертв так называемого голдомора. Ну, да. А вот в обычные года, неважно там, при каком бы это ни было президенте, потому что это идет все скучно. Это давнишняя история. Понятно. В обычные времена это были определенные слоганы, определенные иллюстрации и так далее, и так далее. Вот этот год очень интересен тем, что, согласно статистике, более 30% населения Украины потеряли в результате всех вот этих вот событий, жилье. Понятное дело, что все вот эти крики Зеленского по поводу того, что они там будут восстанавливать, и все там переселенцы или там перемещенные, они оперативно все получат, вы не волнуйтесь, вы имеете дело с Паниковским. Им это все осталось исключительно на бумаге. И вот это 30% населения, которые, по идее, должны что-то сопоставить. Я вообще ожидал, что сегодня власть найдет какие-то дополнительные слова по этому поводу. Ну, вчера выступила, например, жена Зеленского, которая в прекрасной одежде, с прекрасным маникюром вообще отлично выглядит, судя по всему, находится за рубежом, которая признала всех... Ну, да, конечно, во Франции она всегда там где-то живет, в Ницце. Всех терпеть. Сегодня то же самое сделал Зеленский. Я вот, знаешь, весь день ожидал, ну, хоть какой-нибудь политик, ну, хоть там самый маломальский завалявшийся депутат Верховной Рады скажет, друзья, вот у нас сейчас ситуация гораздо тяжелее, чем выдуманная вот эта вот концепция. Анатолич, ну ничего же нет. Это же поразительно абсолютно. Нет, ну почему ничего? Вот премьер-министр Польши Мравецкий приехал, так сказать, в честь Голодомора в Киев. Как-то он там добрался, я не знаю, на поезде. Вот, и там постоял, так сказать, лицемерную крокодилу по слезу пустил вот у этого монумента. Вообще, я думаю, знаешь, вот то, что сегодня происходит, я имею в виду вот этот исторический, так сказать, момент, который сегодня переживает Украина, войдет в историю, как Украина-морт. Знаешь, вот у них был Голодомор, так сказать, ну, вот они как бы придумали себе такую историю, ну, то есть вычленив из общей такой трагедии, да, я имею в виду голод 20-х годов, там, и в Поволжье же была жесть, там, и много где по стране, и, ну, здесь тоже, на Украине, естественно, и в Центральной России, мягко говоря, недоедали, да, и пухли, и умирали от голода, к сожалению. Вот, но, тем не менее, они нашли в себе, так сказать, наглость в свое время, причем это же история давнишняя, если мы с тобой же помним, да, что это еще там с 60-х годов, так сказать, вот эти все профессиональные зарубежные или забугорные украинцы, да, те самые, которые вместе с бандеровцами сбежали по той или иной причине, там, в Америку, в Канаду, чуть-чуть в Европу, вот там это все, собственно, и выдумали, вот этот украинский Голодомор отдельный, вот, ну, видишь, вполне себе и памятники стоят, и вот премьер-министры приезжают, слезы крокодила выпускают, а я думаю, что сегодняшний этап будет историками будущими назван, ну, если, конечно, останется эта Украина, Украина мог, ну, хотя бы из того, что предполагается война до последнего украинца, вот уже действительно, там, треть, так сказать, домовладений домохозяйств, там, квартиры люди потеряли по разным причинам, там, там, ну, в общем, кошмар, сколько людей разбежалось, так сказать, в виде беженцев по разным странам, там, уже счет идет на, там, больше 10 миллионов, да, на сегодняшний день. Ну, у меня вопрос, а если вот в этот шатер опять попадет умелая рука украинского ПВОшника, это сколько будет жемки? Ну, слушай, кто об этом думает? Действительно, вот мне на этой неделе попалось исследование европейских экспертов, вот по поводу как раз вот этой вынужденной миграции украинских беженцев и степени раздражения обществом европейских, разных европейских стран по поводу вот этой, так сказать, новой орды, да, и если, так сказать, первые, там, недели вот этого исхода, да, как-то еще была такая эмпатия, что ли, сочувствие, что, дескать, вот надо людям помочь, они бегут от войны, сейчас они немножечко здесь вот недельку у нас поживут, ну, две, ну, три, ну, месяц, да, а потом вернуться домой, когда все кончится и так далее. Вот, то сейчас, так сказать, все больше приходит осознание, что эта история надолго, если не навсегда, но имеется в виду вот эти вот самые беженцы, которые занимают места этих европейских граждан, жителей, там, пространство жизненное, я не знаю, едят еду, там, и так далее, понимаешь, то есть их слишком много, да, и вот эта вот эмпатия к условно понятным белым людям, да, которые еще недавно, там, не в таких обильных количествах, но приезжали к ним работать, там, ну, знаешь, этими всякими уборщиками, там, няньками и так далее, вот, а тут их целая орда, и они себя ведут совершенно по-хамски, и такое ощущение, что это навсегда, да, и это вызывает дичайшее раздражение даже, скажем, в Польше, которое, казалось бы, там, ну, так, ментально довольно близко к Украине, да, вот, ну, к украинцам сегодняшним, там, Германия, другие страны, многие ограничили уже, так сказать, возможность принятия беженцев, там, Британия приняла рекордное какое-то количество для себя, имеется в виду для Британии, там, почти полмиллиона одних вот этих украинских беженцев, они хватаются за голову и срочно останавливают или, там, тормозят все эти программы принятия беженцев. В каких-то других странах, ну, так, лицемерно, знаешь, не отказывают, но вводят дополнительные разные бюрократические препоны, сложности, условия, ну, для того, чтобы как-то хотя бы затормозить этот вот поток, понимаешь? И вот в том же самом исследовании делается вывод, что если вот в ближайшее время Европа получит еще порядка миллиона этих самых переселенцев, то будет просто социальный взрыв. И я предполагаю, что с этим исследованием ознакомили того же Зеленского, сказали, Вася, ну-ка, делай что-нибудь срочно, потому что нам это не надо, нам не нужны никакие социальные взрывы, одно дело, значит, риторически в разнообразных глобальных медиа, в западных медиа, там, выносить на первую полосу эту наркоманскую рожу, понимаешь, небритого Зеленского, вот, и всячески, так сказать, потворствовать вот тому, что он там делает с несчастной Украиной, да, и биться в какой-то такой русофобской истерике. Совершенно другое принимать вот эти миллионы беженцев, миллионы экзальтированных украинских людей у себя в своих городах, в своих странах, да, то есть они рисковать не хотят, и, да, действительно пытаются каким-то образом снизить эти потоки, но я предполагаю, чем дольше идет война, тем больше будет таких беженцев. Понимаешь, вот здесь возникает когнитивный диссонанс у тех же самых европейцев. С одной стороны, вот эти люди, эти орды, да, в европейских городах со своими, так сказать, представлениями о прекрасном, как бы временные, да, которых надо как-то пожалеть и потерпеть, а с другой стороны, правительства этих же европейских стран активно накачивают режим Зеленского и оружием, и там другими какими-то средствами, максимально долго продолжая эту войну, соответственно, максимально надолго оставляя вот этих беженцев в этих же странах, и что делает, так сказать, социальный взрыв просто неминуемым для многих европейских, там, ну, не только столиц, городов, стран. Анатолий, на этой неделе продолжилась война Украины против православия. В Верховную Раду внесен законопроект о вообще запрете деятельности Украинской Православной Церкви Московской Патриархии. Параллельно обыски у иерархов Украинской Православной Церкви, возбуждение уголовных дел, Библия для детей названа путинской агитацией и так далее, и так далее. Там, где все эти планы, так сказать, сперва пишут, сперва пишут, как сегодня, но тем не менее, понимаешь? Вот, а вот так, чтобы то, что происходит сегодня... Ведь, понимаешь, на самом деле все эти суррогаты, типа, там, киевского патриарха незаконного, да, с точки зрения церковных канонов, или вот эта история с Томасом имени Петя Порошенко, да, или что-либо еще, ну, все же понимают прекрасно, что это все не настоящее, то есть в церкви же нельзя поступить, как с любыми другими вещами, то есть придумал рядом что-то, да, похожее, ну, и, так сказать, через медиа инструментарий разогнал и сделал это почти настоящим, и все согласились и приняли. Церковь и так не так. Ратуль, прости, пожалуйста, я тебя на этом месте должен буду прервать, потому что мы сейчас уходим на выпуск новостей в эфире Вести ФМ, а после него продолжим бывшие. Не переключайтесь. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Вести ФМ Первые о главном В Москве 18.30 Новости Студия Лора Стадницкая. Контроль за частными биологическими лабораториями на территории США практически не везется, несмотря на то, что там проводят исследования с особо опасными патогенами. Об этом заявил начальник войск радиационной и химической биологической защиты вооруженных сил России. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Восемнадцать часов тридцать пять минут в российской столице. В прямом эфире Вести ФМ продолжается программа бывшей о жизни стран ближнего зарубежья. Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Идем дальше. Трагическая новость пришла из Беларуси. Скоропостижно скончался глава МИДа братской страны Владимир Маккей. Соболезнование всей Беларуси. Естественно, Анатолич, на твой взгляд, так может поменяться? И поменяется ли вектор работы белорусского МИДа с новым министром? Потому что Маккей, ведь он десять лет был во главе этого министерства. Это в определенном смысле целая эпоха. Ну да. И надо сказать, что личность была неоднозначная. И мы неоднократно его поминали в наших эфирах. Причем в таком своеобразном плане. То есть, именно он был проводником, Владимир Маккей был проводником такого западного вектора, если можно так выразиться, вот в той самой многовекторной политике Беларуси, там еще несколько лет назад, в той или иной форме. То есть, он был главным конфидентом, значит, и для западноевропейских, и для американских коллег. И оставался таким каналом, так сказать, связи. При том, что Александр Григорьевич и Лукашенко всячески демонизировали на Западе. Что, в общем, вылилось в итоге несколько лет назад попытку организации цветного переворота после президентских выборов. А вот Маккей как раз был таким, так сказать, каналом связи, таким альтернативным взглядом на белорусскую политику. Что, в общем-то, уравновешивало внутри Белоруссии, уравновешивало внутреннюю внешнюю политику белорусского государства, не чужого нам государства, да. И вот позволяло определенным образом балансировать между, так сказать, Востоком и Западом, между Россией и Западной Европой и так далее. Сегодня ситуация, конечно, изменилась. И надо сказать, что и Владимир Маккей очень четко эти изменения отрабатывал. Ну, трагедия, безусловно. Человек, он был яркий, чтобы там кто ни говорил, и образованный, и очень профессиональный именно как дипломат. Сколько, значит, газа вышло, столько они и поставили. И тут молдавские, значит, махинаторы были вынуждены признать, что, ну да, они вроде как там газ-то получают, но в смысле он в Молдавию не идет, но имеется в виду через Приднестровье в Молдавию. А они его там где-то по договоренности с украинской стороной где-то там резервируют в газохранилищах на территории Молдовы, типа про запас, но платить-то за него надо, платят они по факту получения, понимаешь, уже, так сказать, про, так сказать, перешедшего границу, ну, вышедшего из Украины в Молдову. А если он не вышел, стало быть, они и не платят. Понимаешь, такая вот незатейливая, как говорится, молдавско-украинская схема по тому, как элегантно стырить газу и там безвозмездная какая-то история. Счет-то им выставят по-любому. В общем, удивительно, без, так сказать, хозяйственно, как-то некомпетентно, и я бы даже сказал, глупо. Все это вот разворачивается. Чем закончится? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Там на этой неделе проводили большое социологическое исследование, проводили румыны, кстати, в Молдове. Ну, я имею в виду, проводили-то раньше, опубликовали на этой неделе. И, ну, я имею в виду, проводили-то раньше, опубликовали на этой неделе. И еще со времен, кстати, обострения армяно-азербайджанского конфликта, по мнению, там, многих отморозков местных, так сказать, участие в ВДКБ, это заключается в том, что, значит, все ВДКБ во главе с Россией должно было устроить региональную войну, там, завоевать, захватить Азербайджан, понимаешь, потом, так сказать, победным... То есть по Турции взять Анкару, там, установить армянское знамя и реинкарнировать Византию, понимаешь? Ну, наверное, там, во главе же с какими-то, значит, Арменией, в общем-то, остается один на один и с Турцией, и с Азербайджаном. Ну, если мы говорим о том, что срывается мирный процесс. А Россия, наоборот, здесь выступает как раз таким миротворцем, посредником между Арменией и Азербайджаном, и, в общем, все идет к тому, что к концу года будет подготовлен мирный договор. Будет ли он подписан? Второй вопрос. Ну, хотелось бы, чтобы в Закавказье наступил мир. Но, с другой стороны, выросло уже не одно поколение людей, которые другой жизни-то и не знают, кроме как войны с соседом. И это касается и серьезной такой части политической элиты, такой части политической элиты и в Армении, и в Азербайджане, кстати, тоже. Вот кто не мыслит без этого конфликта, вот как бы развития ситуации. Естественно, что они препятствуют всем этим, так сказать, процессам. Ну, а что? А Пашинян, он такой, знаешь, между всеми, понимаешь, между одними и другими. И пока он где-то там в Москве, понимаешь, или в Сочи, да, он вроде в одном настроении. Потом возвращается в Ереван, там он в другом настроении. Ну, что делать? Что делать-то? Вот такова, так сказать, реальность. Но я не думаю, что все настолько, так сказать, критично или же каким-то образом бросает тень там на УДКБ в целом. Я имею в виду вот то, что по итогам этого саммита в Ереванске Армении не подписала общую там декларацию. Ну, не подписала, не подписала. Сегодня не подписала, завтра подпишет. Это мы сто раз наблюдали. Я очень рассчитываю, что удастся довести до конца этот мирный процесс. И это, ну, снимет, если не одну, то хотя бы половину головной боли, да, которых у нас и так, так сказать, немерено по всему постсоветскому пространству, начиная от Украины и кончая Центральной Азией. Времени у нас остается совсем чуть-чуть, но, тем не менее, срочную новость обязательно надо огласить и хотя бы кратко обсудить. Анатолич, в Астане снова политические годы и праздники. И вот какое-то абсолютное наплевательство на это, на все. Ну, просто диву иногда даешься, глядя на интеллектуальные усилия определенных политических менеджеров в бывших союзных республиках. Вот такое ощущение, что все это не с ними происходило. Ну, не знаю я. Посмотрим за результатами всех этих действий. Наше время бывших в эфире Вести ФМ подошло к концу. Мне остается только напомнить, что всю неделю можно и нужно нас читать в Телеграме. Телеграм-канал бывший, Телеграм-канал Мартынов и Телеграм-канал Гаспарян. Иван Анатолич, спасибо за этот разговор. Надеюсь, на следующей неделе мы продолжим. Друзья, впереди вас ждет выпуск новостей на Вести ФМ. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? И о погоде в городах России на воскресенье 27 ноября. По данным центра ФОБОС, в Магадане и Хабаровске минус 7-9 градусов, небольшой снег. В Екатеринбурге и Челябинске минус 14-16. В Ханты-Мансийске от 20 до 22 градусов мороза. В Самаре и Нижнем Новгороде минус 4-6. В Краснодаре плюс 7-9 градусов. В Сочи плюс 12-14. В Санкт-Петербурге ночью минус 6-8 градусов. Днем минус 3-5. В Москве облачно, местами слабый снег, гололедица. Температура воздуха ночью минус 4-6 градусов. По области минус 3-8. Днем в столице минус 2, минус 4. В Подмосковье от 1 до 6 градусов мороза. Реклама В моей клинике доктора Мясникова на Павелевской мы предлагаем полный спектр обследования и лечения пациенток с различными гинекологическими заболеваниями по фиксированной цене 5000 рублей. На базе клиники проводится оперативное лечение и эстетическая гинекология. Клиника доктора Мясникова. Врачи, которым доверяют. Срок акции до 30 ноября 2022 года. Подробности по телефону 8-495-937-57-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Обзорная экскурсия по нашей истории. Программа «Время и место». Каждое воскресенье после 21 часа. На радио Вести ФМ. Что мы знаем о мире? Ведущие эксперты и аналитики страны открывают доступ к самой сути. Глобальный расклад сил. Борьба за сферы влияния. Экономические игры. Большая политика и ее закулисье. Соловьев. Лайф. Разбираем все, что уже произошло и еще произойдет. С точки зрения смыслов. По будням после 19 часов. В субботу после 20. На радио Вести ФМ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok